Ну, если кто-то хочет высказаться, русский бак-то. Я, давайте, выскажусь. Ага. Так, сейчас. Потому что, да. Я думаю. Потому что мне на капельницу идти скоро. Поэтому я выскажусь и пойду. Хотел только краешком глаза посмотреть. А вот не думаю, что придётся участвовать, но рад этой возможности. Вчера праздновали явление, отдельно праздновали явление Махапрабу. И бакты задавали уместные вопросы и рождались на эти уместные сокровенные вопросы, рождались, соответственно, сокровенные и уместные ответы. Давайте по кусочкам, чтобы я ничего не упустила и перевела. Давайте, давайте. Дамодар Прабу, he is saying that very soon he will need to go to hospital for treatment. So, he is glad that he has this opportunity to speak, to share about, a little bit about Gauranga. He is saying that yesterday they celebrated with bhaktas, Gaurapurnima, and they asked very nice questions and very deep questions. So, it was an opportunity to answer also deeply. Вопросы были относительно формы Махапрабу, которая распространена. Это вот форма преданного. И я задавал вопрос, имеется в виду, я задал им вопрос, что это за преданность, какая это форма преданности. обе руки вверх, и у Gauranga, у Нитая обе руки вверх. Что это за особенная милость, что это за особенная форма и какая тайна скрыта в этой особенной форме. Это вы спросили, да, у кого-то? Нет, это у меня спросили, а я спросил. А, это у вас. Это вопрос, это да, это вопрос на вопрос. И сам же стал на него отвечать. Ага. Ага. So, yesterday was the question about the form of Takurdjis, of Gauranga-Nitai, when the both hands are up. And the question was about what is about this form, what it means, what the kind of devotion is it. and Damodhar Prabhu, he was asking this question, answering this question. of Gauranga-Nitai, and he was answering that this form means when both hands up means the manjari's mood. The Mahaprabhu is in manjari mood, and Nitai is in the mood of Ananga-manjari. Потому что только форма манджари может исполнить в этом состоянии все свои сокровенные три желания, с которыми он явился. Только в этом состоянии он может почувствовать, что чувствует какими качествами Кришна наслаждается только она, глубину этих этих качеств, эту сладость и славу, то есть масштаб ее любви. Только в этой форме это возможно. Другого метода просто не существует. And Damodar Prabhu, he was answering that only in this form, in manjari mood, Mahaprabhu can relish the sweetness of love, the radhika's, how to say, only in this mood, in manjari mood, Mahaprabhu can relish the deepness of radhika's love, the sweetness and the mahima, the depth and all about love to Кришна. И это настолько, настолько ошеломительно и настолько соответствует ему как гуру Бхаджана, как Бхаджана-гуру, который учит тому, что и методу, собственно говоря, Бхаджана. Это настолько соответствует этому, настолько… Ну это каждый раз, несмотря на то, что это вроде бы естественно, но это каждый раз ошеломительно, потому что это связано с тобой. Это связано с тобой. Это связано с тобой. Лично с тобой это связано. Это почти сводит с ума. То есть даже сама мысль, даже сама мысль ошеломляет. Он говорит, что Махапрабху – бхаджана-гуру, потому что он учитывает эту методу, как уйти в этот район. И для него он говорит, что это всегда удивительно. И это Крия Бхаджана, которую он даёт. И она записана в читании Чиритамрити. Это Крия Бхаджана, это святая святых, это суть и метод. И это настолько привлекательно, насколько это вообще возможно. А Бхаджана Крия, ещё раз, можете немножко объяснить, развернуть идею? Действие внутри бхаджана, что ты делаешь по ту сторону времени? То есть это Крия Бхаджана, то есть что ты делаешь? Какая твоя Крия? Что ты делаешь в бхаджане? В бхаджане каждый следует за жителями в Раджане, в зависимости от своей стейбавы, то есть в зависимости от своего чувства, которое отзывается от того внутреннего резонанса, который возникает. И ты следуешь за жителем Бхаджа, за его настроением. И здесь он показывает, как он это делает, как он идёт за Манджари, как он следует этому настроению, как он собирает цветы для ратики, для гирлянды. Как он это делает, с каким настроением, что это за цветы? Все цветы выражают её настроение, это её аромат, это её красота. То есть с каким настроением это всё происходит, где это происходит, для чего это происходит? Столько нюансов. И это всё есть Крия. Всё есть Крия, бхаджана. Он сказал, что Махапрабху научит нас бхаджана крия, как сделать это крия в бхаджане. И что это означает? Он следует манжари, мудры, он пикает flowers, он следует следить за стейбава. Он научит нас как-то быть в нашей стейбава, и как-то следует, как-то релись на муд. И он сам, он делает это. Он показывает нам, как делать это Крия в бхаджане. Потому что он пикает flowers. И что это означает, что пикает flowers? Потому что flowers — это мудрадика. И это только капля из бесконечного океана любви, который бушует в этой трансцендентной форме Махапрабху. И можно, о каждой капле можно говорить веками. И это только пикает мудрадика Махапрабху. И этот маленький пикает, можно говорить об этом за годы. И, к сожалению, мое время заканчивается. У меня осталось несколько минут, чтобы добежать до больницы. Поэтому я здесь закончу. Закончу. У меня вопрос. Можно на минуту? Последняя кандидата. Рада Гавильда. Давай. Я обнимаю тебя. Почему у них форма «поднятые руки»? У тебя есть ответ? Да, да, да. Я на него и ответил. У меня было откровение. Рада Гавильда. Я на него и ответил, да. Да, 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 да. Спасибо, дорогой. Ну вот, обнимаю вас всех. Я побежал. Давай, давай. Вам здоровья. Я выключу камеру и буду вас слушать. Так что не думайте, я с вами. Я там. Ой, вообще вам всего хорошего, удачи в лечении. Потому что что-то... Ладно. Ох. Дамодар Прабу, he needs to go now because he has a treatment in hospital. Now he is doing treatment, he is sick. But he is saying that... Yes, Guru, да. Тамара is there or not? Yes, he is listening. He is listening. Yes, yes. I am proud of Тамара. I love you. Я, говорит, горжусь вами, тобой. Because... First time, he said, some people went to the Mahaprabhu Mantiri Vau and the challenge of Mantiri Vau and he is explaining this. First time. I am very proud of you. Я, говорит, очень горжусь, потому что первый раз я услышал, как преданный объясняет настроение Mahaprabhu и Нитянанды, как две манджари. Я, говорит, очень горжусь тобой. So always why we say the tiger? Because anaga-mantiri is bringing to Radha. So the tiger, when we see anaga-mantiri without anaga-mantiri, when she will not return, we cannot reach to Radha. So anaga-mantiri, but then Radha. Anaga-mantiri without her shaking, Radha is never accepted. So many are, say, never say Gauranitai in Taigur. Wow. Who is never saying, Gurudev? Huh? Who is never saying Gauranitai? In Radha-mantiri. In Radha-mantiri. In Radha-mantiri. In Radha-mantiri. In Taigur. I see. Gurudev говорит… In Radha-mantiri, they will say in Taigur. Let me translate, please, Gurudev. Gurudev говорит, что те, кто хотят совершать настоящий Рагануга-баджан и на Radha-mantiri, никогда не говорят Gauranitai. Всегда говорят Gauranitai, Gauranitai. Почему? Потому что Нитянанда, как Ананга-mantiri, он приводит нас к Radhiki. И без Ананги-mantiri мы не можем к ней сами приблизиться. Поэтому, если мы желаем совершать такой баджан по стопам наших махаджан, мы должны тоже говорить Нитайгор и видеть Нитянанди-анангу-манжари, а в Гауранге видеть Радику. И Gurudev говорит, что он гордится Адамодарам Прабунашим, что он говорит, я впервые слышу, чтобы так объясняли, что они две манжари. Много раз повторим. Добавляем. Виндамахини можно? Я тоже добавлю. Мои ощущения вот этой картины, которую начал Дамодар, что вот эта форма горнитая. Gurudev неправильно сделал старший, он залез. Он говорил, что наше мнение должен послушать видение. Но, по сути, он рассказал моё слово. То есть, я это ощущаю, вижу, как две манжари. Вот эта старшая, почему говорится две Нитая, он как гуру манжари. А вторая, это мы. Да, это мы, это горнитая, это манжари. Да, весь клан Радхарани, служаночек, кинкари, начинающих с Рупы, с Ананга манжари, Рупы, да, Рати манжари. И говорится, что эта форма, они, это девочки, которые, они же жили в духовном мире постоянно, в трансе. Они несут какие-то корзины, либо кувшины. Ну, и у меня было видение, я тоже в этой веренице, я себя видел, девочкой в женской форме. В женской форме, да. Джай. Что я вас потеряла. Потеряла сейчас. Это как бы, да, настроение, вот я хотел сказать, что это их настроение, гурнитай, что они принесли настроение вот этих девочек, служанок, которых, знаешь, несут, служат только Радхики. Он ли Рады Рады? Для них вообще нет Кришны никакого. Удивительно. Я видел и как бы, я видел спину. Ой, Джай. Впереди себя я видел спину вот Садху Махараджу, скажите. Я его спину там видел. И как бы она, она мне показывает, знаете, как... С руками наверх? Да, да, да. Вытянутые руки постоянно. Ну, то есть, моя Сева, я вот за Садху Махараджем иду, мы что-то несем в какую-то кунжу, заготавливаем, знаете, там где-то одежду обхиманию надо заготовить, там разные масла, может быть, им захочется там гулять, может купаться, может кости играть. И вот они как бы, да, вот эти вереницы, знаешь, как до горизонта вообще этот ручеек с этих дел, и там они идут, там каждый танец. И я когда первый раз туда попал, знаешь, первый удар у меня был, я попал в мужском сознании, я не мог, мне так, знаешь, мне было больно, неудобно, что я порчу эту красоту вот этого движения, знаешь, как слоны. Эти девочки, они еще, ну, они еще и поют, напевают. Вообще, это такое видение. И вот, спасибо, Ананта Дазбабаджи. Пранк Кришни, да, это вот после встречи с ними у меня такое началось. Я просто быстренько добавлю, что мы вчера на Намахате, вот когда праздновали, на празднике, тоже в самом конце один из бакт упомянул разные формы мурти гауранитая, да, что есть вот так, есть вот так, есть вот так. И это обсуждалось, и мы просто, это уже буквально было вот прямо перед Абишегой, и мне вот не хватило этого, честно, я слушаю, и как бы, ну, объяснили, да, что вот это вот милость дает, вот это танцует, но был вопрос, почему как бы так танцуют, и вот так танцуют, в чем разница, а у меня божества вот такие, то есть я тоже потом расскажу, и у меня не хватило, я думаю, я хочу больше об этом поговорить, то есть я как-то, ну, ну, не хватило, и сейчас как раз этого удивительно, просто вот тоже мой, ну, интерес тоже, да, ой, сейчас я переведу, сейчас я переведу, Городев, Рада Говин, they're sharing, actually, very stunning things, very amazing things, and I want to translate, and actually, I mentioned then yesterday, when we celebrated with Bhaktas, on the celebration, just before the Nabi Shek, like, one small five minutes, was mentioning this different posture of Takurgyes, of Goura Nitai, like this one, this one, like this, and for me, it was like, I wanted to hear more about this, I wanted to speak about, and to contemplate more about this, but no time, and now Bhaktas, they're sharing, and Rado Govinda, he said that, now he shared his own realizations, his own vision, he saw, in his vision, inner, like Spurti, he saw, how Mangeris, they're with hands like this, upper hands, they're carrying something on their heads, some paraphernalia, or some goods, which will be useful for a divine couple, and they're like going in one string, in one line, like the horizon, a very, very big row, of these beautiful young girls, and he's saying that, he's following just after you, he saw you, in your Siddha Svarup, and he's behind your back, he's seeing you, your back, how you're carrying on your head, something, with upper hands, so he is also saying, that, for him, Gaurani Tai, with upper hands, both hands up, it's, it's, manjari mood, and it's, like, it's our, guru manjari, and we are, we are like manjari's, like, both of us, also, hands up, so this form of Gaurani Tai, it's the most merciful, and he's mentioning that, his visions, he saw, these visions, like, few times, and first time, when he saw, this picture, in his heart, he was like, kind of, in his, in his, man consciousness, and he was, very, feeling very inconvenient, and like, he's, spoiling everything, because with, another, this energy, but other, times, he saw this picture, he was in full, harmony, with this, the whole mood, and he's saying, that it is only, by the mercy of, you, of Anantadas Babaji, of Pram Krishnadas Babaji, Maharaj. Yes, Baba. Yes, Baba. Yes, Baba. Rade, Rade. Beautiful. Beautiful. Yeah, do you see, how, an inverted soul, in the world? Yes, 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 he's, very elevated. Damodar, also, very good. Yes. My life. When I, what is, I'm, I'm, He's, 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 Whoo's, He's gone. Говинда Махини, ну вы спросите у Махараджа Ну то есть это правильное мое видение Это реальное ощущение, мой опыт духовный Если я это ощущаю Я так вижу горни тая Для меня они самые первые в этой веренице манджарика За которыми я следую Радо Говинда, he wants to confirm Смурти, this realization И это правильное, что Гаура Нитай С первым манджаристом С львами, которые мы следим Как в роли, один за другом Да, правильное Внутри в манджарика Внутри в манджарика Он показывает, что Махини, нет в манджаристом Он и фондер Он и фондер Он и фондер Он и фондер Он считает, что он Он исчезнен Гурдев говорит, да, это всё верно, потому что кто источник настроения Манжари? Это Шичитане Махапрабу. Говорит, хоть сто раз Шичитане Чиритамбриту перечитайте, вы не поймёте. Но если вы встретитесь с Расикой Вайшнавом, то вы всё очень быстро поймёте, осознаете. Крliesна и Кыргарху estão почти. да, Кр Marly Кыргарху в Кыргарху и также чувствует съел Ад science. И чувствует Ад Essения и becomes EleАнсть. В Кыргарху рас presentатся Омлажане. Но самое важное, которое Махапрабху пришлось реализовать самому, мои верующие, — это ваше сердце. Джай, Гурдев, Джай! И Гурдев говорит, что видеть в Махапрабху, Раду и Кришну — это да, это правда, это нормально. Видеть в нём Анангу Манджари и Радику — это ещё более глубокая концепция, это тоже правильно, но видеть в читании Махапрабху Манджари Бхаву и её делать главной для себя — это самая глубина, это самое скровенное и глубокое знание о Гаурататве. И это единственное, 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 для того, чтобы увидеть Махапрабху Манджари Бхаву Манджари Бхаву, это от Бхаву Манджари Бхаву, это гагунатсаратма Тхаратве, много раз, Махапрабху сказал, это тоже родное для тебя, чтобы you can find out THATN Puh Mанджари Бхаву Манджари Бхаву Манджари Бхаву, Субтитры создавал DimaTorzok И Гурудев говорит о том, что познать Махапрабу в Манжарибаве можно, он даже три раза повторил, можно только по милости Нитянанды, который выступает как Анангаманжари, только по милости Анангаманжари можно увидеть эту Манжарибаву в Махапрабу. И он говорит, почему Махапрабу отсылал Рагунатху Даса Гасвами несколько раз назад домой и говорил, оставайся домохозяином, тебе ещё рано. Почему? Потому что Рагунатха Даса Гасвами искал Бога. Он не искал Раду Кришну, он искал Бога, поэтому его Махапрабу и отправлял, говорил, ты ещё не готовлю, тебя ещё слишком рано. Это мы должны всегда говорить не Гор, а не Тай Гор, не Тай Гор, что первая Анангаманжари. Гор, а можно Горудев, the sound is a little bit like I cannot hear properly. Махарадж, у вас, по-моему, второе окно, оно не замьючено, поэтому звук такой, он очень глухой. Кой, can you mute another laptop, because the sound, you know, like in a cave, very, very, maybe will be better, sorry. Сон, you're not clear. Sound a little bit like in a cave, you know, with the, I don't know, with the echo or something like this. Maybe it's because of that mic, that you have. This makes this echo. I don't know. Maybe you do it. Рада Говинда, нам нужно с вами, с русскими бактами организовать отдельный зум. Мы очень хотим, чтобы вы поделились тем, что вы вообще почувствовали. Я уже веду четыре месяца этот зум. Ну, а почему вы нас не приглашаете? Ну, вы такие все занятые, городские, суетные. А вот статья, сыночка, мы читаем четыре месяца. Мы читали вот, буквально на днях читали. Удивительную игру, где Кришна, знаете, Татьяна, напомните, пожалуйста. Рада, рада. Да. Вишванадхи, молитва, его даршан, откровение. И где Кришна переодевается в Абхимане, в мужа вообще, в Радхаране. И как он обманывает Джатилу Кутилу. Там вообще, это да, это перевод Анарайны Махараджи, это книжечка такая от него. И удивительно. Прямо с Ампут? Да, да. И мы вот, я говорю, с Матаджами, вот с Амарой, да, Татьяна и Инна, мы, я говорю, мы читали, вообще погрузились. То есть какая-то волшебная, да, Манджа, Рибхава, там очень хорошо прописано. Изумительно. Вы приглашайте, вы ссылку кидайте, пожалуйста, приглашайте. Я понимаю, что действительно у всех разное занятое, с дела, но, ну, я думаю, больше бы приходили охота, охота тоже с вами. Рада Говинда, he is saying that for three months, he is organizing an extra Zoom for Russians, for our Rada Dasyam chat, Russian Rada Dasyam chat, and they are reading Prima Samput, and they are sharing, and I am saying that why you are not inviting us in the chat. So he is saying that he will do. Because we want his moods. He came back, he just came back from you, from your lotus feet, from Vrindavan, and we want these moods from him and realizations. Yeah, I'm sorry. Через две недели, буквально, он мне, помните, говорил, как-то там, ну, полгода назад он говорил, ты должен русским, именно не просто людям, а преданным, кто в теме, кто как бы наелся, с Кришной расписался, да, и вот я с того времени, через две недели, мы начали, я говорю, девчонок так подбил. Ну, у нас проходит Zoom, по 3-4 часа у нас Zoom. То есть, ну, невозможно. Там просто у кого-то муж приходит на обед, надо кормить, у кого-то, надо ребенка укладывать. А так бы, я говорю, мы бы читали-читали. Вот невозможно. Такое сладостное. Да, это я вот. He's saying for 3-4 hours, he's giving Zoom on Vishwanatha Chakravarti Thakur's books, and they're with devotees, they're relishing and reading and sharing. So, he's following your advice, Guru Dev, to make, like, not a preaching, how to say, sharing for Russians, for devotees. So, he's following your advice. Yes, we want to hear from him. Гопинадж сейчас тоже поделится, что читает им Бахапарабу, потому что он говорит, он на арате убежит скоро и тоже уйдет, и мы его не увидим. Спасибо. Добавил субтитры DimaTorzok 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 потому что за нами наверняка стоит сама сила, сила Любви, которая сподвигает нас делать это и даёт нам возможность делать это. И это говорит, что это и есть Чайтанья, эта удивительная сила Любви, которая явилась-то не так давно, всего 500 лет назад. И мы чувствуем это присутствие, эту каплю этой мистерии Любви Махапрабу в наших жизнях, потому что мы знаем, мы можем стать очевидцами, как он сам обменивался Любовью и общался со своими спутниками, с Госвами, со всеми. И даже до прихода Махапрабу уже существовала концепция Бога, то есть как Богу поклоняться, как-то развита была даже какие-то особенности, нюансы поклонения Богу были и до этого. Но когда он появился, с его ассоциацией, он приводит нас к Брадж-Леану. Он приводит нас к нам в том, как Бог относится с Его любовь, и как мы, как мы, как devotees, можем participate и также serve в интересное время. Но только после явления Махапрабу, то есть явясь сюда, он принёс нам эту вражу лилу, эту концепцию настроений Вриндавана и отношений, близких отношений, подобных спутникам во Вриндаване. И главное, что как мы, как мы, как души, можем участвовать в этой лиле, можем в ней служить. И он был так простым формулом. И самое главное, что он дал формулы, вот эти очень простые, небольшие формулы, действующие, которые могут нам дать быстрый путь, как этого достичь. Че, кто дал по Варджинам, и первая формула — это Чета Дарпана Марджинам. Что означает, Чета Дарпана Марджинам, чтобы очистить зеркало своего сердца так, чтобы мы могли увидеть там эту Божественную Чету? И даже это нам не самим нужно, это зеркало ума очистить, а это все за нас делает Гуруда. И вторая формула — это формула Тринада Писаничина. Что это значит? Это значит быть, смирение травинки на дороге и терпеливее дерева. И если посмотреть всю линию преемственности, идущую от Махапрабу, какое самое главное качество мы можем заметить в каждом из них, в каждом их бхакти, в их Личностях — это качество Тринады Писаничного. Потому что смирение — это квинтэссенция всего, это залог развития нашего бхакти, нашей преданности. И мы можем это заметить, мы можем это видеть во всех ачариях, во всей нашей преемственности учителей, в нашем гурудеве, что чем более продвинуты, углублены бхажан, тем более смиренными они становятся. И еще одна формула, которую принес нам Махапрабу — это Харинаму и Мукеуму. Потому что в этот век раздор и лицемерие есть только один путь, только один — это повторение Святых Аминьев. Kolleginnen и Мусульман в общем, это очень 위험 leap и нашу жизнь. УглMa� которого И Махапрабху сказал, что Харинам, повторение святых имён — это единственный путь. Что он помогает? Чему помогает Харинам? Установить ништху нашего Гуру Дева, установить ништху в Божественную Читу и установить ништху в нашу духовную сущность. Но я не хочу принимать эти формулы. Я хочу сделать свои формулы. Я, говорит, не хочу просто принимать эти формулы. Я хочу вывести свою формулу. Моё эго не принимает эти формулы, потому что слишком как-то просто. Говорит Гуру Дев, то есть мы всегда ему создаём работу, потому что ему надо чистить, чистить, чистить. Это зеркало ума. Потому что наш ум не хочет эти формулы простые принимать. Он хочет искать свои пути. Не верит. Это зеркало. Это зеркало. Это зеркало. Это зеркало. И Габинат говорит, что мы так любим выводить свои формулы, но ни одна из этих формул не работает и не сработала. Почему бы нам тогда не взять те простые формулы, которые уже даны, которые уже Махапрабху принёс для нас? И Махапрабху не только он пришёл нам рассказать, дать эту концепцию Любви, Радхи, Кришне, Вриндавана. Он пришёл, самое главное, дать нам путь. То есть как мы можем поучаствовать в этой лиле, как мы в наших духовных телах можем там послужить и стать частью этой реальности. И если мы просто смотрим в исторические перспективы, мы не так далеко от времени, в том числе Махапрабху, Радхи, 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 И если так задуматься, то 500 лет назад — это совсем небольшое время. То есть мы живём не так давно от Махапрабху и от того, как являлись постепенно его дорогие спутники Нарота Мадаста Кур и Шилавишванатха Чакраварти Такуш и Кришнадаста Вираджа Госвами. То есть все они не так далеки от нас. Махапрабху так называют... And the fruits of his endeavor, the fruits of the Goswami's endeavor, where Paja is still here, we can grasp it. The fruits are there because Mahaprabhu, he's like the tree we hear. No, his roots are up, connected to the Paja Leela. And his branches, his fruits are hanging down very low. It's very easy to take them. And Mahaprabhu is like a tree, whose roots fall into Vraja Leela, the spiritual reality, and the fruits he gives us. And we are still in order to take these sweet fruits, which are left from Mahaprabhu, his wings, and to eat them. So my humble request is just let's grab the lotus feet of Gurudev and like Kavi Karnapurna, who sucked the top of Mahaprabhu to get the juice, we should also do this in our way. And he said, my scrumny совет and призыв, давайте, давайте, схватимся за стопу Gurudeva. И подобно Kavi Karnapurna, который в детстве, он схватился за стопу Mahaprabhu, и его палец схватил для того, чтобы этот сок с его лотосных стоп попробовать. И с тех пор он стал Kavi, он стал поэтом. Поэтому вот Гапинат призывает всех, давайте, говорит, также схватимся за стопу Gurudeva для того, чтобы этот сок добыть, эту расу. Добрый день! Добрый день! Желаю рады! Спасибо, Гапинат! Только рады! Нет, спасибо! Только рады! Да! Ача! Бабу, Ача! Рады, рады! Рада Гавинда всех научил! Мунгер Мандири! Скажите, Махараджу, Гавинда Махини, спасибо за такого ученика, за такого ученика, рады, рады! Гапинат! Рада Гавинда is very grateful for such a disciple that you have, Gurudeva, for Gopinaat. Бабу, Ача! Продолжение следует... 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 и потом такой слабкий. Такой, конечно, кутузей. Но в конце концов, он подвел то, что самый слабостный гречный у Шримати Радики. А потом он сказал, а кто изступает самую сильную слабость? Те, кто стоит у Шримати Радики. Вот таким образом он подвел нас к положению Манджари. Он говорил, посмотрите, самые счастливые личности у Манджари, и Шинштанима Фатрогу, это те... И он говорил, что Шинштанима Фатрогу это столь щедрая личность, которая наму Махава доменяет, который дал возможность получить это положение. И он говорил, что, before speaking о Падышамрита, я вам даю цель, вы должны решить цель. И он начал говорить о разных расах. Он говорил о том, о том, как Кришна слабо в отношениях с своей мамой, о том, как Кришна слабо в отношениях с его друзьями, и, наконец, он говорил, он говорил, что Манджари муд, the sweetest mood, is the mandjari's mood. И что в этом заключается необычная щедрость Шинштанима Фатрогу, и оно махаванья, что он дает падшим джинам к юге вот такое положение. Я извиняюсь, я просто сейчас повторяю, вчера меня человек с этого трогал, я говорил, забудьте об условной души, развивайте от Неман, служанка Шинштанима Фатрогу, но я просто сейчас нахожусь в воспоминаниях и необычные ценности. И он говорит, Городев он говорил что вчера он говорил, забудьте о всех кондиционных душах, не говорите о всех кондиционных отношениях, пытайтесь развиваться в свою духовную форму, в свою transcendental mood. Но он хочет вспомнить again почему Махапрабху называет Махаваданьяя, Махаваданьяя, потому что он приводил этот топ-мост, светост и высоко муд Манджарис к нам, к кондиционным, к очень врачным человекам. В Гаурапурниме я вчера получил очень много милостей от Шилу Городева. Фактически он исполнил все мои желания. Жай! Жай! И он говорит, что в 1990-1990 в Гаурапурниме первое время он получил Харинам. И вчера в Гаурапурниме Гуру Дэв уничтожил все свои желания и он очень-очень радует этому. Кришна, Пагалабхите, говорит, я буду отвечать вам так же, как вы ко мне будете относиться. Если вы хотите во мне видеть сопроникающий свет, Браман не будет, Бхараман. Если вы хотите во мне видеть свидетеля, справедливый суд, Бхараман. Если вы хотите во мне видеть личность, Бхарамана, Бхарамана, но Бхараман, говорит, я не могу неспособен его ответить тем же, особенно Шримати Рабхите. Их любовь имеет лишь один объект. В то время как он обращается любовь к очень многим. Но, несмотря на то, что он так сказал, Шримати Рабхите, и Бхарамана, тем не менее, желание ответить тем же у него осталось. Тогда йога-майя устраивает игру. Он приходит, как Шримати Рабхите, в настроении Шримати Рабхите с ее цветом тела, облачен ее сияние. И что он делает? Он распространяет Манджаре главу, призывая души к служению Шримати Рабхите, которые служат Шримати Рабхите именно такой любовью, однонаправленной, с одним, лишь одним объектом. С таким же делом Шримати Рабхите. Ажай. И он говорит, что он говорит, что Он говорит, Бхагска. for you if you want to see me like a judge like this paramatma i will be this paramatma for you but if you want to see me as a person as a personality as a bhagavan i will be bhagavan for you but he is reciprocating equally but in relations with the gopis with radhika he is saying i cannot repay you because your love is so one-pointed i have many points i have many bhaktas krishna is saying i need to reciprocate with them and to answer their needs answer their love in a different way but you have one-pointed love i cannot repay to you but actually he is saying that uh he is fulfilling this um reciprocation when he is appearing like mahaprabhu in the age of kali he is um taking radhika's moods and radhika's uh kanti her bodily color and he is coming for um attracting jivas to radhadasya to uh devotion to radhika this one-pointed devotion the same as radhika has to him he is propagating uh for us to have such a one-pointed devotion for her uh had such a direct answer meanwhile i can't really stay for us there from our experience i want to talk about how to talk about the box i want to talk about the summarizing i want to talk about the sentiment of the manjare bale i want to talk about the sentiment of awareness and i want to talk about the sentiment of hope Можно, ну частями, просто чтобы я ничего не упускала и всё-всё перевела. Он говорит, что сейчас он хочет вспомнить слова Шила Нарайя Ногусвами Махараши о Манджаре Бхава, и он поднялся к этому Бхаву, в том, чтобы иметь это Бхава. Он говорит, что я не имею сейчас, но я надеюсь, что иметь это. Он говорит, что тот, кто полностью опоздал шесть побуждений, побуждения речи, мачо вега, манаса, беспокойство, ума, кровь, гни, джихва, язык, удары, желудок и гениталии, тот достоин быть умытым учителем во всем мире, предвиден Сашиши. Все могут быть умытыми учителем. Инхизупады Шамрита, Шиларупа Госвами, в первую очередь, он говорит, что этот человек, который conquered his anger, his needs of the tongue, of the bodily, all these bodily things, these needs of belly, of genitals, he has the capacity to teach the whole world, he's like the teacher of the whole world. Вначале я думал, что речь идет о мадьян-абикаре, который, с помощью укрепленного шастрами, харикатхой, разума управляет своими чувствами. Ой, повторите, пожалуйста, еще раз интернет чего-то. И вначале я думал, что здесь Руха Гасанта, в стихе, говорит о мадьян-абикаре, который управляет своими чувствами, с помощью разума, укрепленного харикатхой и шастрами. Ага, ага, first I thought that it is said that here Rūpa Гасвами is saying about Madhyama Adhikari, who is, by the force of his mind, of his intelligence, he is controlling all his senses by the power of his intelligence. Ну, благодаря харикатхой и шастрами и мадьян-абикаре, потому что это речь идет о мадьян-абикаре. Это предназначение высшего уровня, те, которые в Манджаре бывают. Почему? Потому что лишь в Манджаре совершенство обладают тем искусствам, бачу, вегам, манасакронно-вегам. Они полностью задеются нечувствами, потому что иначе они не выполнят свое служение. Жай! And only by the mercy of Śrīla Narayana Goswami Maharajas Harekattha, I realized that these words of Śrīla Rūpa Goswami in Upadashamrita is about the Uttamat Hikaris, those who are in their Manjari Bhava, because only in Manjari Bhava a person, they are capable to control all their feelings. Manjari in a perfect way can control all their speech and other things. Because they are taking all their talents, all their capacities from the ocean of Radica's cleverness, a few weeks ago, we read this 18 verse from Radha Rasa Sudha Nidhi, whereas the Radha is the ocean of cleverness. So Manjari is there taking everything from this ocean. For example, Manjari is need to prepare Radhika for meeting with the Shrīla Nidhi, with Krishna and they are doing this in the house of in-laws of Radhika and her so-called husband is there, Jatila is there, Kutila is there, and they need to prepare her like they are not suspecting anything. So Manjari, Vācha Vēgāma, what can we say to everyone, who don't meet and ask, how do not see all these plans? No emotions, no eyes, no gestures, no avoid, what do they do. It is a full control. And this is revealed, for example, how Rupa Gassami has led us here in Saddakad-ehi. for example this first thing in Manjari case what does it mean when Manjari is in the house of in-laws of Radhika when they meet in Jetila or Abhimanyu and they are asking of course they are asking them what you are doing what you are going to do they should control perfectly their speech not to say anything which will be against and Rupa Goswami in his Sada Kadeha he also is a perfect perfect example of this Vajra Vega if Rupa Goswami did not stop his Baal it would be very hard to leave this world and to go to the world and to go to the Rupa Goswami but he was able to stop his Baal in his heart and to continue and Rupa Goswami he was the he showed the perfect control of his senses in what case because he was a possessor of the biggest feelings the biggest Bhava to Radhika and he could anytime he could just left his body because of his Bhavas but he but he's but he needed to distribute this mercy of Mahaprabhu and of Radhika so he controlled his Bhavas to stay here and to distribute this mercy once Raghunath and he knew many many ways how to sing these verses in a perfect way that's why he was like the soul of the Vajnava community and one Vajnava he noticed that because of these verses all Vajnava community they are in complete ecstasy because of Sattvika Bhavas they are rolling on the ground they have goose pimples and other expressions but Shilarupa Goswami is sitting still he is not showing any senses any Bhava so it was like a surprise why he was wondering is Rupa Goswami still alive or what is happening with him so to check his breath he he put his palm like near his nose and the palm was burned because of this like fire from the breath he is is a little but he is he so it's the capability Манжерия, что они могут контролить их сенсором и делать что-то очень clever. Например, когда Манжерия, они в доме из-за родителей Радика, в квартире, они, например, поставили воду на землю, так что Радика может тренироваться на воде, как она будет делать, когда она идет к Абисару с Кришной, когда дороги будут тренироваться в воде. Манжерия показала, как она вступает мягко сначала на пальчики, потом только постепенно плоская статуя. То есть не так, как человек иногда идет, жизненно утверждающий, а очень мягко, как кошечка, чтобы не издавать звуки, чтобы не наступить на колючку и еще что-то. И не так произнесся. Это кто показал? Швейна Ренга, Александр Ильич. Он показывал, как это? Показывал, как она ходит, как она учится, очень тихо и очень спокойно. Они подготавливают ее украшения, ее сали, соответственно, вместо встречи, времени, чтобы Сари не выдала ее. Если есть темная, то Сари должна быть темная. Если есть свет, то у нас и так далее, то Сари должна быть светлая, чтобы маскировать цвет и маскировать. И Манжерис, они так умеют, что каждый день, каждый день, они готовят определенную цвету сари, из Радика, из нее, из-за этого изделия. Потому что в солнечной ночи, в солнечной ночи, она имеет светлая, а в темноте, она имеет светлая. Это как камуфляж. И когда совершили все эти усилия, и назначено место встречи, что Мати Радика уже на фрукции, ее настроение может измениться в любой момент, она может испугаться, что-то увидеть. И Манжерис должен проявить необыченную разумность, чтобы исполнить ее сокровенное желание сердца, и дать возможность ее ману прервать этот процесс. Или испугаться, что там увидит какой-то тень, змею, дерево какое-то, может создать тень. Они скажут, нет, нет, это же просто дерево, посмотри. Или наоборот, они скажут, когда она сопротивляется и не хочет подходить к Кришне. Когда Манжерис скажет, ой, змея, она испугается и окажется ответ к Кришне. Ненужный момент. Вы видите, как Манжерис, как они умеют, как они умеют. Они умеют, как они умеют. Потому что, когда Радика идет к Кунжу, Jуковичный момент, она смеет, как Манжерис. По костюме. потому что она умеет собираться, потому что она умеет паять на хори. Он умеет тень. they know how to make her move further they can say oh don't be frightened because it's only the shadow or they can on the contrary when she is near Krishna but she is hesitating to come to him they can say oh look here is the snake and she will jump because he is very afraid of snake and she will jump and Krishna will catch her in his arms and he is saying that I am bowing down to Shila Gurudev, Shila Narayana Maharaj and Shila Sadhu Maharaj Gurudev and to all Vaishnavas that Manjaribhava will manifest in my heart I am praying to you he is saying I am also praying I also want this Wow that's Anudas Anudas so especially he is that of yeah of beautiful he knows English very much it's all it's only your your miracles Gurudev I am only witnessing how you are doing all this because I was how to say I was trying to how to say I was trying to do something to drag to drag devotees to this Radha Dasyam and all these topics but I failed so much so much time and when I have when I had a connection with you it's like miracles they're happening itself devotees they're just writing to me they just find each other and it's like a net so it's not me it's you what you are doing actually they are all Kirpa pastor of Narayan Maharaj and he was 20th century ideally because he was living in Panjari unfortunately we don't know that time that we have to take from it we are not glorified to understand that but he is one of the highest received that time when you are three nobody can comprehend his feeling and understand in all martyrs he is the truth and Guru Deva говорит что Narayana Maharaj говорит ну вы ученики Narayana Maharaj вы как Kripa Patra вместилище о милости его потому что он среди всех матхов он был наивысшим ачарей расиком тогда и вы все могли от него получить но тогда и вы были неквалифицированы время тогда еще не пришло да и вы все не смогли взять хотя он обладал полной полной вот этой возможностью и что самое главное что сказал Narayana Maharaj чего нам не хватает для того чтобы обрести эти осознания это важность жажды и Narayana Maharaj везде говорил жажда жажда очень важна только духовная жажда которая у вас внутри должна быть гореть возгореться когда приходит жажда меняется жизнь жажда и дата А Дора Сунда Настоя Дора Сунда Настоя Идин Идин Стаиба Стаиба Настоя Настоя Данас Стаиба Дора Сунда Идин Ариэль, после вашего сердца... Моя минута, пожалуйста. Сегодня был огромный день в Голокадаме. Сунити дали лекша в Темпле, и Темпле была полностью. Мой Господи! Красный. Продолжение следует... ...that I feel in my heart, that manjaris, we are manjaris, we are another, we are different to the gopis, we say that the gopis and the sakis are like expansions of radhika, right? Yeah, yeah. But manjaris are different to them, they are not like expansions of radhika, they are more like a small part of herself. Wow! They are so close, they are the same heart, the same feeling, they know exactly what she feels and this is not possible by expansions like this. This is, you have to become like one, like one, like a part of her. So in our heart, we are same like radhika, we are so close to her. And this yesterday came by the mercy of Gauranga into my heart and it was so warming and filling the heart that, yeah, it's not easy to get it in the heart, such feelings. And Gauranga is so much, but I can only feel the mercy. Oh, sorry, I forgot translation. Gauranga Sundara. Gauranga Sundara рассказывает, как вчера они в Германии отпраздновали Gauranga Purnima, у них сейчас есть ашрам, они построили ашрам. Он говорит, он был весь храм, был переполнен преданными и Сунити прочитала лекцию очень хорошую. У него был очень тёплый праздник, и он говорит, что вчера кое-что пришло в моё сердце, читание дал мне это благословение, и я хочу поделиться. им очень понравилось, что Махарадж сказал им. И он говорит, «Я хотел тоже поделиться тем, что пришло в моё сердце. Кем являются манжари?» Гопи, говорится, что гопи — это экспансии Радики. Но кем являются манжари? Они не являются экспансиями, потому что они чувствуют гораздо больше, чем сакхи. Они гораздо ближе к Радике, они испытывают всё, что испытывает она. Поэтому Гавра Сундара говорит, что манжари — это как маленькие-маленькие частички самой Радики, то есть даже не экспансии. Поэтому он говорит, что манжари имеют возможность быть едиными в сердце с ней и чувствовать всё, что чувствует она. И вчера пришло это осознание, это понимание, и сердце прямо наполнилось каким-то теплом, какой-то сладостью, то есть от этого осознания. Бундава! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...